всем привет добро пожаловать мою оранжерею сегодня речь пойдет о диплодении то есть укоренение диплодения я не успеваю смотреть она просто моя красная диплодения бросают вот такие отростки веточки и вот заплелась здесь полезла на у меня на лампу и вот причем обрезать такой побег не нужно потому что вот здесь завязываются цветы у нее везде по всему побегу то есть это она будет свистеть ну вот мои красотки диплодения красная но такая больше бордовая она у меня цветет но я могу сказать практически круглый год потому что вот она отдыхает наверно всего месяца полтора ну два максимума зимой отдыхает она у меня и вот она цветет очень обильно с ранней весны с ранней весны и вот до позднего осени она будет цвести укореняется диплодения очень легко вот видите ой цветочки сыпятся другие уже раскрываются хорошо укоренять вот такие вот отводочки вот например вот такие вот от водочки вот вот хорошие тоже то есть вот ус например да вот этот он нет он не не годится на на укоренение а вот такие вот отростки которые боковые идут вот например на веточки вот черенок вот этот черенок вот он пожалуйста я красную просто укоренять сейчас не буду я буду укоренять розовую я просто хочу спасти растения она у меня приболела сейчас я вам покажу розовую вот она никак не может у меня отойти вот она просто я у нее уже несколько срезала череночка сейчас буду укоренять и покажу как я это делаю и здесь еще наверное можно вот этот вот срезать вот видите вот здесь вот веточка такая вот вот это хорошо тоже укорениться ну вот моя белая это вот с моего черенка вот она выросла она молоденькая правда у меня есть много видео про диплодений можете зайти на мой канал посмотреть вот для укоренения подойдут обычные стаканчики только нужно обязательно сделать дырочки чтобы водичка не застаивала так ну на всякий случай 3 сейчас сделаем и на дно обязательно либо керамзит либо пенопласт подойдет тоже меня керамзит закончился но есть пенопласт это тоже очень хорошо и побольше так вот наломать грунт у меня универсальные и добавлены туда только разрыхлитель перлит чуть-чуть вот здесь у меня есть и песочка чуть-чуть такой рыхлый желательно грунт насыпаю грунт стаканчики сейчас во все нас и в 3 можно даже можно даже их вырастить три разных сорта пусть ему галину укоренить прямо череночки и они потом в будущем будут цвести разными сортами тоже очень будет красиво и что нам нужно для укоренения то есть стаканчики подготовили с грунтом отростки которые будем укоренять вот у меня уже все приготовлено но здесь еще отрежу и нужен еще инкубатор вот такой вот инкубатор очень хорошо подходит контейнер вот такой вот с крышкой у меня там уже на укоренение я вам покажу что у меня там на укоренение чуть позже и корневин для стимуляции образования корня образования сейчас нужно грунт увлажнить хорошо увлажнить потому что поливать потом не нужно будет какое-то время там в тепличке будет свой микроклимат там влажность повышенная а нам вся от потевшая вот хорошо пролить вот он даже еще сверху грунт сухой очень желательно очень хорошо вот увлажнить прям хорошо увлажнить можно вот еще чуть-чуть да и в конце видео я вам покажу что у меня там на укоренение в инкубаторе ну что приступим это у меня розовое плодение я уже сказала что она приболела и я просто боюсь вот просто плохо растет очень прям вообще вот она мне в том году цвела в этом году она даже и не цвела листочки желтеют нового роста я могу сказать очень скудно у нее рост идет ну что приступим корневин обязательно корневин я вот здесь вот сейчас блюдечко немножко водички для того чтобы смочить и в тепличке она очень хорошо укореняется и вот так вот прям корневин припудрить вот все вот так вот грунт влажный и вот так вот и хорошо вот так вот ее утрамбовать и все больше ничего делать не нужно да совсем забыла нужно работать с пандевилой зиплодени перчатка потому что так как ее сок язовитый ну и конечно нежелательно что попадало на кожу ну вот один я укоренила сейчас хочу вот эти вот два еще в один стаканчик посадить также вот прям припудрить чуть-чуть корневином достаточно ну вот видите припудрить чуть-чуть и второй тоже вот так достаточно и вот они у меня маленькие совсем и вот так вот в землю их их и так вот утрамбовать и вот в этот стаканчик я посажу все-таки три разных то есть у меня будет красное белое и розовое и сейчас при вас буду обрезать черенки ну вот такой вот черенок я отрезаю розовое диплодения вот эти нижние можно будет вот так вот убрать вот такой черенок белое белое нужно вот этот вот вот это хорошо сейчас и выберем ну можно вот этот прекрасный черенок тоже ну вот 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 я просто вот эти нижние листочки уберу это белое диплодения и сейчас красную ну вот красную тоже выбрала вот такой вот отводочек хороший вот сейчас я его здесь сниму вот 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 этот вот белый сок а нужно промокнуть перед посадкой чтобы он прекратил или промыть под краном воды чтобы перестал сочиться вот ну вот сейчас я здесь углубление сделаю и каждый череночек буду обмакивать в корневин это вот белое розовое и красное и потом в будущем получится очень красивый вот все и тоже и хорошо так вот тут он бывает ну вот сейчас я их еще немножко увлажню чуть-чуть чуть-чуть вот увлажнила ну вот что получилось и теперь я их поставлю в инкубатор вот такой инкубатор там такой свой микроклимат такой там очень тепло и вот что у меня тут на укоренение у меня здесь глоксини они разным цветом и гортензия тоже разное хочу попробовать их укоренить и вот сюда же я поставлю еще гиплодения вот 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 очень удобно вот такой контейнер высокий с крышкой для укоренения я теперь это все вот так вот закрываем так плотненько и все и раз в день немножко я конечно буду открывать чтобы кислород потому что он вообще здесь полностью такое получается воздух не попадает туда и все и светлое место увидимся в следующем видео с и с а и Субтитры сделал DimaTorzok